МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"30 лет надежд, мечтаний и свершений, достижения дерзких целей и получения результата". Это стратегия работы детского сада номер 22 «Надежда». Не зря говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот уже три десятка лет это дошкольное учреждение на шаг впереди своих коллег. А начиналось все в Новый год. Именно 31 декабря 1987 года детский сад впервые распахнул свои двери для новоуральских малышей. А кажется, что это было совсем недавно, вспоминает первый заведующий этого садика Лилия Нефедова. Именно 31 декабря работники «Надежды» ждали государственную комиссию по приемке дошкольного учреждения. 31 декабря. Я этот день, конечно, буду помнить всю жизнь, потому что все нормальные женщины в бегудях бежали скорее шинковать оливье, а у нас в 5 часов вечера была госкомиссия по приемку детского учреждения, которая была построена по наказам избирателей привокзального района. Насколько волнительный этот был момент? Приняли, не приняли? Какий был вообще этот день, каким запомнился? День был очень удивительный. Снежный, слегка морозный. И вот после подписания акта о приемке было такое чувство, что ты действительно родила ребенка. И дальше уже стоял вопрос, что с этим всем делать. Ребенок родился, но нянчиться с коллективом времени не хватало. Нужно было действовать. Ведь детский сад создавался как новый, передовой, с первой в городе образовательной базой, которая целенаправленно готовила первоклашек. Как принципиально новое учреждение, детский сад – начальная школа. Во всем первый. И даже первый депутат нашего округа Наталья Ивановна Думова была из этого садика. Первый во всем. В 80-е годы это был и первый в городе садик с глубоким бассейном. 22-й сад строился под патронажем Геннадия Григорьевича Черникова, заместителя директора по капитальному строительству. Когда я впервые пришла к нему в кабинет, мне было 29 лет. Сказала, что я заведующая будущего детского сада. И как когда-то в фильме о Чапаеве, помните, да? «А не врешь» примерно было такое же. И он оставил это покровительство на детским учреждениям на долгие-долгие годы. Я помню, как в резиновых сапогах он ползал здесь по котлованам. Он говорил, это делаем так, это делаем не так. Очень многое в то время делалось по интуиции строителей, а не по тех решениям, этих заданиям. Помню, когда мы пошли в плавательный бассейн, он посмотрел на глубину чаши и говорит, «Печет, собирайтесь в педикюр делать, пятки отмачивать». Какой нормальный бассейн. И вот тогда, в первом городе, появился бассейн на метр тридцать глубиной. И как зашла в небо Марина Германовна в этот бассейн, так до сих пор она в нем плавает. На торжественном праздновании 30-летия Надежды было много воспоминаний. И как строился объект, как решали вопросы первостепенного значения, материально-технического оснащения учреждения, вопросы воспитания юных новоуральцев и вопросы обучения воспитателей. Чтобы создать сильную команду педагогов-дошкольников, тогда, в конце 80-х годов, директор УХК Виталий Федорович Корнилов выделил 300 тысяч рублей, чтобы 25 человек работников Надежды в течение трех месяцев обучались в Москве. 300 тысяч рублей. Чтобы вы представляли, что это такое, зарплата воспитателя в то время была 140 рублей в месяц. И вот эти 300 тысяч рублей он потратил на обучение команды специалистов в Москве. 25 человек в течение почти трех месяцев изучали потребностно-информационный метод. Теорию, которую, увы, до сих пор не может повторить ни одно образовательное учреждение. То есть это было настолько глубокое погружение, изучение и, самое главное, неторопливая реализация полученных знаний. И до сих пор команда Надежды на шаг впереди своих коллег. То зерно, заложенное в 80-е годы, и сегодня дает свои ростки. Новоуральский детский сад Надежда впервые в городе и в России стал сетевым учреждением всероссийского проекта госкорпорации «Росатом» «Школа Росатома». По новым федеральным образовательным стандартам, да и вообще сама жизнь, уже показывает то, что ребенок должен быть свободен, естественен. И только это дает ему возможность развиваться и быть счастливым и успешным ребенком. Поэтому много садиков я смотрю в нашей атомной стране. То есть это самое сложное сделать так, чтобы ребенок был свободен, успешен и счастлив в этом детском саду. И вот этот детский сад этого достиг. Здесь трепетно хранят традиции и даже уникальные вещи. К примеру, личный автограф президента России Владимира Путина, высланный на Буральскому садику в знак благодарности за рисунки малышей. В дошкольном учреждении «22. Надежда» создан надежный фундамент подтверждением тому 30 лет успешной работы. Это мудрое сочетание традиций советской школы и инноваций современной. Ночью звезды вдаль плывут по синим рекам, Мудра будит солнечным лучом. Детский садик распахнет с улыбкой к вере И в надежду дружно-дружно мы придем. Через годы, через расставания, По морям женейским словно кинофильм, Мчится наш кораблик неустанно, Новых дедов выпускает мир. Как говорили гости праздника, детский сад «Надежда» успешно бороздит моря педагогики. Сначала это была легкая белоснежная яхта с большими парусами, наполненная ветрами надежд и планами на будущее. Затем мощный ледокол, который прокладывал дорогу к инновациям. А после – бригантина, профессионализмом которой все восхищались. А теперь корабль «Надежда» – это надежный и крепкий буксир, Который тянет за собой другие корабли. Три года инноваций и сетевых стандартов проекта «Школа Росатома» позади. Теперь «Надежда» начинает свободное плавание С собственными инновационными образовательными программами. А самое главное на корабле – это команда. Молодая и опытная, профессиональная и щедрая, Открытая для коллег из других атомных городов России. Здесь, в 22-м садике, неоднократно проходят образовательные семинары. Что же такое билингвальная среда с одновременным погружением ребенка в двуязычие, В русский язык и английский? Как воспитать успешного малыша? Как правильно дать ребенку инициативу? Как педагогу стать помощником? Это третий год, завершающий год, По финансированию сетевого детского сада, Когда поступали в течение трех лет деньги От проекта «Школа Росатома» и от местного бюджета, Для того, чтобы создать новую, совершенно новую, Интересную образовательную среду в детском саду. Ту среду, которая позволяет детям проявлять инициативу, Самостоятельность, сделать выбор. И, конечно же, сегодня мы уже видим результаты, В течение трех лет, которые произошли с детьми. Дети спокойно делают выбор, вполне осознанно. Дети самостоятельно играют, Дети проявляют инициативу, Педагоги стали другие, Что нас, наверное, очень радует, То, что в детском саду 22 Изменились педагоги, Изменилось их сознание. Кажущаяся такая простота того, что происходит здесь, Вот эти детские эмоции, Когда они действительно заняты своей обычной детской деятельностью, Вызывают ощущение, что в детском саду Все просто-напросто сводится к тому, Что дети предоставлены сами себе, Что они могут себя сами развлекать. Но мы-то, педагоги, прекрасно понимаем, Что для того, чтобы дети могли себя организовать, Сами смогли выстроить свою деятельность, Получить какой-то результат от этой деятельности, Выстроить ее, Поставить цель, Это действительно большая, Долгая и сложная работа. И педагогам приходится очень скрупулезно, Ежедневно, ежемоментно держать в голове Все задачи образовательные, которые у них есть, И следить за ребятками, Видеть и слышать их, Подчеркивать и подхватывать их инициативу. Три года назад на Вуральск В профессиональном конкурсе проекта «Школа Русатома» Выиграл право на создание и воплощение в жизнь Тех инноваций, которые на сегодня кажутся уже просто Необходимыми, как воздух. Это опенспейс, открытое пространство Для детской инициативы и творчества, Для образовательного процесса и полета мысли. Это право выбора ребенка, чем и как заниматься, Плюс творческий подход к образовательному процессу. Я люблю спорт, заниматься спортом. Мы на опенспейс всегда куда-то ходим. Вот я сегодня ходила на вязание, Связала моему младшему братику, Ань, Днерочку. А почему единичку? Потому что ему в воскресенье исполнится один месяц. Я люблю ходить, плести резинками браслеты. Ребят, а что такое опенспейс? Опенспейс – это… Это по-английскому открытый космос. Это открытое пространство. Мы всегда куда-то путешествуем. А как вы решаете, кто куда будет путешествовать? У нас там фишечки. Мы вначале, если куда-то пойдем, разбираем фишечки. А потом? Вот такие вот… А что они означают, эти фишечки? Куда мы пойдем? Это на вязание клубок. А еще что есть? Синяя фишка означает «настольные игры». Голубая – эксперименты. Это тоже. Я люблю… Зеленое – это рисование. Красное – это описаченный дворик. Я люблю лего. А виолетовое – это лего. Я рисовала всякие разные узоры на стекле. На лютый, на лютый пешок. Сегодня у нас случилось экспериментирование. Ну, дети, конечно, очень ждут каждую пятницу, когда они могут что-то сделать своими руками, придумать что-то из песка. Екатерина Вольвовна, расскажите, чем занимаетесь с детьми сейчас в Open Space? Мы сейчас именно здесь экспериментируем, мы проводим опыты, мы смешиваем все, что им хочется. Притом я им ничего не навязывала. То есть они пришли и начали сами действовать. Я крашу песок зеленкой, с водой, с краской и с песком. Что получается? Песок красный, гуашь растворяется, и песок красится в зеленый цвет. Вот здесь очень много говорили о преданности. Преданности своей профессии, преданности цели, которую пытаешься растичь. Преданности вообще детству, особому миру. Потому что это мир, в котором мы все были, но мы выросли из него. И некоторые забыли его. Дошкольники этот мир помнят, они в нем живут, они уважают права ребенка. И поэтому, наверное, вот все наши инновации идут именно из этой потребности души. Как мать переживает за свое дитя, так и Лилия Геннадьевна 25 лет взращивала свой профессиональный коллектив. Ставила непреодолимые задачи и достигала их. Ровно пять лет назад Лилия Нефедова передала бразды правления Наталье Шевченко. Как и прежде, детский сад на шаг впереди коллег. И все та же надежда, которая стремится ставить масштабные цели и достигать их. Лилия Геннадьевна с гордостью и большим удовольствием следит за профессиональной работой коллег. Светлого времени мы унесли нечто большее. Мы унесли такие понятия, как честь, достоинство, высокий профессионализм. Мы вынесли понятие использовать улыбку по назначению. Наверное, преданность тому делу, которым мы занимаемся. Вот это все и легло, и листало краеугольным камнем тех инноваций, которые потом обрушились на детский сад. Потому что нового было очень много. Первая группа реабилитации, первые классы шестилеток. И даже то, что сейчас считается вполне естественным в плане материально-технического снабжения, тогда, в 90-е годы, было удивительно. Вот в надежде появился первый зеркальный шар. Ни у кого в детских садах в то время подобного чуда не было. У нас появились первые пластиковые окна, первые подвесные потолки. То есть все это были такие чудеса материально-технического снабжения. У нас у первых был компьютерный класс в детском саду. Мы первые открыли сауну. И у нас до сих пор самый глубокий плавательный бассейн, метр тридцать глубиной, в котором дошкольники действительно не просто барахтаются, а учатся плавать и плывут. Поэтому много всего было интересного. Лилия Геннадьевна, вот 25 лет отдали детскому саду, 22, 25 лет. Не жалеете о выбранной профессии, об этом времени? Да ну что вы, конечно нет. Конечно нет. Ни одного дня. То есть каждый человек должен как-то в своей жизни вырастить ребенка, посадить дерево, построить дом. Мы все вместе построили такой дом, в который стремились попасть, хотели попасть. И наши выпускники, теперь уже сами взрослые, папа и мама, ведут сюда своих детей, своих внуков. То есть это такая межпоколенная связь, которая в один день не родится. Пять лет назад покинули детский сад, 22. Почему ушли? Не жалеете, что ушли? Вы знаете, мы поколение шестидесятников. Мы выросли на определенных принципах. Пусть иногда они были наивными, но они были очень искренними, потому что в основе этих принципов всегда лежала высокая порядочность. Вот мне в свое время, мой наставник по жизни, подарила открытку с напутствием. И все 25 лет эта открытка хранилась у меня в верхнем ящике моего стола. Можно я вам кое-что из нее прочитаю? Конечно. Достойно, главное, достойно любые встретить времена. Когда эпоха непристойна, то взбаламучена до дна. Достойно, главное, достойно, Чтоб раздаватели щедрот не довели тебя до стойла И не заткнули сеном рот. Страх перед временем падения, На трусость душу не потрать, Но приготовь себя к потере того, что страшно потерять. И если все переломалось, как невозможно предрешить, Скажи себе такую малость. И это надо пережить. Я не жалею, что 5 лет назад стала пенсионеркой. Я думаю, что я нашла себя в другом. Я очень счастлива как руководитель, Потому что корабль «Надежда» оказался в хороших руках. Мне очень приятно, Когда в средствах массовой информации Часто появляются репортажи о том, Чем сейчас занимается коллектив. Это вот как маме, Которая родила и вырастила ребеночка, Очень-очень приятно. Значит, ее ребенок вполне самостоятельный, Может обходиться без нее. Он имеет хорошую репутацию в этом мире. Маме за него не стыдно. Не всякая заведующая, Которая сейчас на пенсии, Может похвалиться этим. Я этим похвалиться могу. И я счастлива. Как отметили многие гости садика, Праздничный концерт в честь 30-летия «Надежды» силами воспитанников и педагогов садика Оказался по-настоящему семейным, Трогательным, пробирая до мурашек От искренности выступающих. Председатель территориальной организации Профессоюза города Светлана Тюменцева Была здесь впервые, Поздравляя коллектив и деток с юбилеем, Сказала, что именно такими учреждениями Нужно гордиться. Мы действительно гордимся Нашей системой образования в целом. И не просто гордимся, Потому что вот мы так хотим, А потому что своей реальной жизнью, Реальными выпускниками И школы, и детский сад Понимает, что наши дети сегодня лучше. Они доказывают это на всех уровнях. А это плоды вашего труда. Я хочу пожелать вам, И, во-первых, поблагодарить вас за Стойкость, за преданность Вашей профессии. Я хочу вас поблагодарить за любовь к детям. Я в детском саду не была, Но со многими очень знакома По нашей совместной работе. Они не только внутри детского сада, Они творят внутри города. Я только пожелаю еще им Быть успешными во всем, Чаще себя проявлять, И чтобы наши руководители города Видели, какие кадры вы растите. И двигаться им по служебной лестнице. Я все время говорю с Александром Борисовичем. Александром Борисовичем, У нас такие резервы наших молодых кадров. Мы почему их в городе не видим? Он говорит, значит, надо подумать, Как их выпускать изнутри коллективов. Я думаю, что это тоже наша задача. Я хотела бы сказать, что детский сад, Для меня сегодня это слово прозвучало, И я его повторю. Все годы ассоциируются со словом эксперимент. Сейчас звучат реинновации, инновации, Все что угодно, но по сути это эксперимент. И все годы со самого основания, До сегодняшнего дня детский сад Находится в эксперименте, в поиске, В творчестве, в полете. Но никакая идея, Никакие самые замечательные мечты Не будут воплощены без тех людей, Которые эту идею подхватят. И, конечно, в первую очередь Я сегодня поздравляю. Лилия Геннадьевна, вас. Наталья Юрьевна, вас. Тех, кто сидит сегодня, Назвали ветеранами, Уж не знаю, ветераны, Или они вообще-то в строю. Ну просто уже 30 лет в этом строю. Поэтому все, кто сегодня здесь В этом детском саду работают, Конечно, я поздравляю души С этим молодым еще, в общем-то, Юным юбилеем. Самого лучшего вашему кораблю, Долгого плавания. И мне кажется, слова одной песни, Как нельзя лучше, Подходят именно к вашей жизни. Мы плывем в океане От мыса надежды, В море верности, В порт ожидающих глаз. Паруса золотая, И снова, как прежде, В голубой океан. Не отыщите нас. В Маду, детский сад Гармония, В гармонии, в полнейшей, Живут 7 коллективов. Они все уникальные, Они все совершенно разные, Они все замечательные, Но они удивительным образом, Я вот это начала для себя отмечать, Да, у нас есть и Малышок, И Дом Радости, И Золотой Ключик, Оправдывают свои названия. И коллектив детского сада номер 22, Это действительно надежда. На этот коллектив возлагают надежды, И возлагали раньше, И продолжают возлагать, И будут еще возлагать, И родители, И учреждения, И город, И школа Росатома теперь. И этот коллектив действительно уже здесь звучало, Новатором. Во многом атмосферу в детском садике Определяет именно коллектив, Благодаря квалификации, Стойкости и преданности профессии, Наверное, ничего бы не получилось, А самое главное, без любви. Ведь именно без любви к детям Профессии воспитателя быть не может. Дети самые искренние и чистые люди, Которые не терпят лжи. В этом дошкольном учреждении Вот уже 30 лет очень трепетно Относятся к личности ребенка. И все инновации, Новообразовательные программы, В первую очередь направлены именно на то, Чтобы дети выросли настоящими И успешными людьми. На нашем корабле все живут одной надеждой На самое прекрасное, Самое светлое И самое великое чувство Любовь к детям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА